Здравствуйте! Вот вы знаете, когда люди в шахматы играют, то игра бы совсем изменилась, была бы другой, если бы расположение клеточек на шахматной доске было другим, правда? Вот по-другому всё выглядело. Так вот, и история Евразии выглядела бы по-другому, если бы она по-другому была устроена географически. Не в направлении север-юг, ну понятно, на севере холодно, на юге всё цветёт и пахнет, а в направлении восток-запад. Вот об этом к нам пришёл поговорить с нами член-корреспондент Российской Академии Наук Евгений Николаевич Черных. И вот мы как раз сегодня с вами поговорим на тему структуры Евразии, как она отражается на её истории, её развитии. Всё окажется от этого. И как же структурирована Евразия? Я вот знаю лично про Россию, что она вот степь фактически по ровному месту, можно от Тихого океана добраться до Балтики. А вот потом какие-то горы начинаются, горы, горы в Европе везде какие-то вот невысокие, но горы. Вдоль берега можно пробираться вот до Бельгии где-то там, да? И вот это все места, вот это вдоль берега, и вот это там, где всегда Европа воевала. Помните, вот за Фландрию всегда три мушкетёра воевали. Ну да. Да, и вот по этому направлению к нам война приходила и уходила. Ну война приходила к нам и уходила совершенно из других мест, не из Фландрии, конечно. Нет, ну вот вдоль вот это вот, север-юг. Ну да, да, да. Но я должен вам сказать, что она гораздо чаще приходила к нам с востока. Да, конечно. И с юга, да. Вот там, где, так сказать, проходила. Давайте начнём с того, как север-юг. Вот если первый слайд покажут. Давайте немножко с истории начнём. Значит, вообще человечество, оно, значит, существует примерно так 2,5 миллиона, 2 600, 2 миллиона 600 лет. Значит, соответственно, с этим когда-то это зарождалось. Мы двуногие, вот эти двуногие, они встали и пошли. Значит, они перешли из Африки примерно 2 миллиона лет впервые, значит, на Евразию. Потом ещё были, значит, всякие такие вот, понимаете ли, вещи. А потом мы с вами живём, а был такой ледниковый период. Ледниковый период длился очень долго. Ледниковый период длился, по сути дела, 2,5 миллиона лет. А мы с вами живём в постледниковом периоде. А ему всего 12 тысяч лет. Всего лишь 12 тысяч лет. Что это означает? Это означает, что тот панцирь, который, например, покрывается часть Гренландии, он сдвинулся и ушёл в Арктику. И вот с этого момента начинается новая история. И в той, в которой мы уже начинаем участвовать. Вот в этой. И тогда возникает вот это тройное. Смотрите, зелёное – это север, это лесная зона. Вот степной пояс, жёлтый. Да, жёлтый. Он, значит, имеет протяжённость 8 тысяч километров от Устья-Дуна примерно, значит, вплоть до Маньчжурии, значит, соответственно, и 8 миллионов квадратных километров. А вот всё, что к нюгу, это совершенно другое. Так вот, люди здесь в какой-то момент, в какой-то момент были совершенно привязаны к этим геоэкологическим зонам. Значит, когда они переселились в Евразию, то все занимались тремя вещами – охота, рыболовство и собирательство. Ну, это сохранилось до наших дней, как вы понимаете, так сказать, но не в самом таком, ну, что ли, так сказать, законченном виде. Значит, вот когда здесь разделяется следующее, зелёная – это лесная зона, все до последнего времени занимались только этими тремя самыми древними профессиями, то есть они охотились, ловили рыбу и собирали. До последнего времени это до какого? Последнее время это вплоть до, ну, скажем, до, да даже, может, до сегодняшнего дня. Почему? Ну, сегодняшний день, понимаете, как, это не сегодняшний такой определённый, но 19 век определённый. Вот когда русские колонизовали Сибирь, то там всё, вот это как раз в самом натуральном виде было. В самом натуральном виде. Только вот это вот сельское хозяйство, пашню, это как раз… Это совершенно другое дело. Значит, смотрите, вот сельское хозяйство, пашинное и прочее, прочее, это юг самый. А вот этот вот самый голубо-зелёный, так сказать, зелёный, а вот даже жёлтый – это были уже скотоводы. Причём у них было очень два важных периода. Значит, там они не могли ничего пахать, ничего, собственно говоря, да и не рассчитывали на это. Они освоили животных, они приручили животных. И вот здесь, понимаете, первые, кого они приручили, это были овцы и козлы, и козы. А потом, значит, наступили уже крупный рогатый скот, вот этот вот самый момент. Но самое важное – это было одомашнивание лошади. Вот когда они одомашнили лошадь и сели на неё, вот тут они выдвинулись на первый план. Вот тогда, ну, самое главное, так сказать, ну, если забежать вперёд, то это, конечно, будет Чингизовая империя. 30 миллионов квадратных километров. И никогда не было такой, значит, сухопутной империи громадной. Они сели на лошадь. И они сделались уже всадниками. И тогда вот здесь вот возникла совершенно другая картинка. Так вот, под этой картинкой, значит, если считать, что они сели на лошадь примерно в пятом тысячелетии до нашей эры, а это произошло, опять-таки, в наших степях, вот, не те, которые сейчас нам принадлежат, России. Потому что Россия, это крайне интересно, как Россия завоевала это. Очень тяжёлой борьбе. Страшно тяжёлой борьбе. А потом всё, знаешь, всё, мы потеряли. Сейчас практически всё. Значит, так вот, здесь, понимаете ли, начинается вот эта вот новая история. Новая история. И длилась она вплоть до, ну, последней, так сказать, когда завоевали. Когда мы завоевали? Мы завоевали в XIX веке, теплой пояс. Вот это вот, когда мы сомкнулись с Китаем. Вот так вот. Китай, значит, шёл с юга, мы шли, значит, с севера. Ну вот. А, значит, основные технологические успехи человечества, это было на юге. Вот в этих самых, там, где они занимались хлебопашистом, строили города, выдумывали письменность, то есть, так сказать, работали. Вот что-то происходило там. Значит, вот этот момент очень важен. Очень важен. То, что мы сейчас, в принципе, основой цивилизации считаем. Конечно, конечно, вот это вот. Понимаете ли, значит, вот по существу, как север-юг действует, так сказать, на человечество. И как мы с вами являемся, ну, как говорится, все мы оттуда. Вот, понимаете ли, все мы оттуда. И вот до сих пор мы, соответственно, так сказать, работаем вот в этом ключе. Ну, это, значит, причем так, я хочу показать второй слайд. Второй слайд вот что. Это Аравия. Значит, то было домен кочевых культур, скотоводческих. Здесь тоже был, но это второй домен. И вот они очень были важны, когда они были изолированы друг от друга. Если домен северный, степной пояс, он действовал на, обычно он действовал на южный, так сказать. Вот, то есть, когда они сели на лошадь, то их основные удары шли на юг. Там они, так сказать, пользовались. Ну, скифы там и так далее. Вот. Эти пользовались сначала, ну, тут семиты, то есть, это вот евреи, так сказать, арабы, вот это вот отсюда. Скотоводческие народы. Это сокрушение, да, сокрушение, конечно, Египта. Народы, как правило, степного пояса, они в жуткой ненависти, обычно, со стороны вот этих южных народов. Жуткая ненависть. То есть, понимаете ли... Понятно, нападают, грабят. Они грабят, они бесконечно. Они совершенно другого, понимаете, это совершенно другие культуры. Я должен сказать, что такое культура. Потому что культура в нашем понимании, обычном, так сказать, это не то. Культура – это способ существования какого-то этноса или группы этносов, понимаете ли? Это, ну, совокупность, комплекс. Как они вообще существуют и как они, какая у них идеологика, какая лингвистика и так далее и тому подобное. Вот что такое культура. Так вот, понимаете ли, значит, обычно их, ну, полоскали жутко. Но вместе с тем вы можете взять два полярных варианта. Или они пластаются, или они их ненавидят. Вот между ними редко-редко, ну, пожалуй, китайцев только. Потому что китайцы страдали от стих жутко, совершенно. Что такое Великая Китайская Стена? Официально больше 6 тысяч, 6 тысяч 350 километров построенных, вот таких лабиринтов стен. Это особое дело. Ну, и вот они в течение примерно, соответственно, не менее 4 тысяч лет сражаются бесконечно. Бесконечно. То они наваливаются, то они отваливаются. Ну, я бы говорю, степняки. В этом смысле на Западе, западные половины, я потом буду говорить о западной половине, немножко другая, немножко другая картина. Она более прозрачная, что ли, так сказать, вообще. Здесь мало кто строил стены такие. Это фантастика, конечно, по сравнению с китайской великой стеной. Все наши вот эти, так называемые, там, пирамиды Хеопса, там, или еще что-то, это гроша ломного не стоят. Ну, строили те даже две с лишним тысячи лет это. Вот, две с лишним тысячи лет строили. Эффект, должен сказать, минимальный. Потому что намады их обходили. Они не могли выстрелить. А намады это кто-то? Намады это кочевники. Если брать север-юг. Так вот, возвращаясь, значит, к тому, что дали народы, вот эти разные нам с вами. Значит, народы те, которые говорили степной пояс, они нам дали конницу. Потому что мы до сих пор, так сказать, пользуемся, даже конная милиция, там, полиция существует, так сказать, вот, и конница, так сказать, существует. Ну, кавалерия еще до, ну, вообще, по второй мировой войне использовала, да, дабатор, да. Да нет, так нет. Так вот, 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 41-й год. Да, 41-й год. А 40-й год на Лебедев-Кумач говорил, что догонят конницу любого. Нет от нее спасения, так сказать. Ну, это поэт. Так дело же не в этом, это было действительно так. И потом полный провал. Они попадают под уничтожающий огонь. Пулеметы, да. Хотя мы до сих пор иногда пишут о том, что вот как же так, значит, такая конница, видят они там что-то там делали, все. Это, значит, они, будем говорить так, вот это. Что дали вот эти вот самые, второй домен аравийским. Это, прежде всего, самое интересное. Это аврамические религии. Единобожие. Единобожие. Аврамические три, начиная с иудеев, потом идут, соответственно, христианство, и потом ислам. Вот он идет. Мы с вами являемся свидетелями, так сказать, вот этого. Это вот там вот. И потом они смыкаются. Смыкаются две вот этих ветви. И проходит это, происходит это как раз на Средней Азии и у нас хазары. Вот в это самое. Когда на Хазарове, чем они интересны, значит, это тоже намады северные, но их верхушка воспринимает иудаизм. Вот что интересно, понимаете ли? Но с этих пор начинается вот уже совсем новая история, в которой мы с вами участвуем. Можно сказать, писанная уже история. Да, писанная история, да, которая вот. Это вот что касается севера, юг-севера. Так. Теперь, когда мы... Восток-запад. Подходим к более интересным, с моей точки зрения. Значит, запад, восток – это вот что. Это не так, как думают о том, что это по Палестине. По Палестине проходит это между христианством и исламом. Это совсем не то. Значит, когда вы проходите через вот Енисей, потом вот эти джунгарские ворота, сдавленные, это грандиозные. Вот смотрите, какие ограждения, так сказать, труднопреодолимые. Труднопреодолимые и могут преодолеть только степняки, которые, знаешь, проходят, потому что юг неподвижен. А джунгарские ворота соединяют, значит, степи Восточной Азии и Центральной Азии. Да, 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 да. Значит, это Алтай, древние, так сказать, и молодые Тяньшань. Вот так вот сжимаются, и там, в общем, узкий проход, вот тот, который я показывал. Значит, разница идёт, во-первых. По антропологии, там монголоиды, здесь европеоиды. Восточный джунгарских ворот. Да, это домен. Что такое домен? То есть это господство. Потом они начинают взаимно проникать туда и сюда, так сказать, ну, скажем, там возьмём уйгуров, так сказать. Вот дальше идёт лингвистика, абсолютно непохожая. Понимаете, у нас, например, значит, соответственно, мы с вами говорим на индоевропейской семье языков, он ходит. Потом там семитское идёт, значит, еврейское, арабское. И, значит, угрофинское, это северное. Там идут сино-тибетское, которое, так сказать, совершенно для нас непонятно. Китайское-тибетское. Аврамические-три религии. Там в этом смысле ничего похожего. Наиболее, так сказать, он подходит под религию, значит, на буддизм. Но он абсолютно не похож на нашу. То есть начисто не похож на наши религии. Ну, если вы дойдёте до сизма или конфуцианства, это совершенно уже не религия, это абсолютно другое дело. Философские учения. Да. У китайцев нет слова «религия», у них есть слово «учение». Нет, нет. Вот понимаете, какая история. Учение Христа. Учение Карла Маркса. Да, вот, да, Карл Маркс, конечно, да. Ну, без этого, да. Значит, посмотрите, значит, вот это, если брать в таком генерализованном виде, вот что такое восток-запад. Это очень интересная история. Значит, соответственно, мы ищем корни. Примерно 2 миллиона лет назад вот наши с вами, значит, эти двунонии отправились в Евразию. Приезжали в Евразию, а там, значит, что получилось в это время? Получилось, что было 4 анклава, собственно говоря, да, 4 анклава, это если будет говорить, значит, это материковые. Почему 4? Значит, вот этот самый лед, который, он потребовал огромное количество воды, и вода осела. И между, значит, нашими материками, между Австралией и Америкой, значит, протянулись такие более или менее засушливые зоны, по которым можно было проходить. И первые, кого заселили, это все, знаешь, вот непосредственно пошли 2 по 2 каналам. Один канал пошел на восток, через Индию и, значит, Индокитай в Китай, а вторые пошли через Кавказ, Балканы, сюда к нам. А потом все затихло, и вот образовались 2 абсолютно в Евразии, да, и вот потом, когда, значит, начал таять вот это, где мы живем после ледникового времени, вода поднялась. И изолировала, значит, соответственно, вот эти все 4, так сказать, этих самых анклава. Я включаю даже сюда и Африку, которая вдруг затихла. Затихла вот как, значит, вот она дает такие демографические взрывы, которые посылают. А потом вдруг получается так, что, значит, в огромном количестве времени они просто вообще отключаются от этого. И, скажем, Африка уже делится на 2 части. Южная и Сахария. Южный Сахарий и Северный Сахарий. И, значит, соответственно, вот возникает такая вещь. Вот этот вот самый Запад-Посток, он обусловлен тем самым древним двухмиллионлетним, так сказать, вот этим посылом, который возникает и застывает вот эти. Ну, то есть разделились, да. Как птички на разных островах оказались, они вот... И они друг друга не знали. До тех пор, я возвращаюсь к началу, пока степной пояс не начинает вот это вот на конях движение, который проклинают и так далее, образовался мост между Востоком и Запад. Кровавый до ужаса. Вот. Но, тем не менее, так сказать, он реально. Грабительский. Грабительский, реальный, так сказать, это мост, понимаете? Потому что непосредственно, ну, возьмите, вот, ведь это смешно, так сказать, до Чингизова, так сказать, этого никто не знал, что там творится. Вы знаете, Марко Поло, причем уже потом, так сказать, он писал, там много чуши всякой написано, но тем не менее. Ведь, или первые францисканцы идут, 1246 год, и, значит, они рассказывают о том, что все-таки там люди ходят, нормальные более любые, они, конечно, ненормальные. Вот, ну, на ногах там, понимаете, это не чудовищи какие-то. Вот что такое Восток-Запад. А вот скажите, пожалуйста, вот мы называем Евразией, да? А где Европа, где Азия? А вот давайте теперь так, давайте теперь так. Когда-то, значит, когда знали очень плохо о том, что творится вот на наших территориях, вот то, что мы видим, это, значит, вообще вот карта Меркатора, 1572, кажется, год, где он никогда не был на нашей территории. Это гениально абсолютно, причем, что интересно, мы же и до сих пор, если вы пользуетесь вот Гуглом, там, или это самое, строите карты, то там есть проекция Меркатора. И вот эта проекция Меркатора, вот она. Значит, он слышал, и они слышали, что вообще где-то там границы между Европой и Азией проходят по Рифейским горам. Прилепили их к Уралу. И вот тут становится такое, почему непонятно, где пройти, ну ладно, хорошо, по Уралу, хотя Урал размазанный, вообще, так сказать, вы были на Урале, да? Ну, проезжал на поезде. Да, ну, я там много работал, и поэтому, так сказать, особенно вот эта самая южная вот эта часть, где непонятно, что Кавказ он будет делить или не так далее, и вот споры идут до последнего момента. Вот последний момент, когда, смотрите, как простираются границы, что становится совершенно определённо, неясно, так сказать, куда же проводить, где же проводить. Я так думаю. Это много разных вариантов. Ну, конечно, конечно. Самый левый, кстати, по реке Дон идёт, и Москва оказывается в Азии. Да, ну, в общем, так, да. Значит, теперь смотрите, значит, если мы, вот я показывал вам Чунгарские ворота, ну, жёстко, да, вот прям вот. Ну, тут, да, без разговаривания. Ну, куда так ты делишься? Да, две горных системы. Ну, вот система сжата, всё, ну, так сказать, я, поскольку там работал, ну, не пройдёшь. Так. Да. Если брать так, вот официальная граница, она справа, а слева – это реальная граница. И вот смотрите, в чём… А что, это реальная граница? А вот это реальная граница. То, где проходят две абсолютно достаточно чёткие границы между культурно-этнокультурными областями. Ага. Вот эта вот вещь. То есть мы попадаем в Азию, но мы исходно из Европы, я имею в виду русских, исходно из Европы, но мы обретаемся на азиатской территории. Потому что, понимаете ли, вот тут степной пояс, и та самая зона, которая… Ну, это историческая этнокультурная граница. Да. Сейчас едва ли Латвия, как там получилось, и Эстония оказались в Азии. Там же идёт с севера, это вот Рижского залива. Вы не должны так смотреть, что вот там стоят такие пограничные столбы и так далее. Да нет, нет, нет. Нет, это нет. Это на культурной границе. Это Прибалтика, она туда-сюда. Да, ну, точно так же, как, понимаете, значит, зона, скажем, северной Норвегии, она тоже вроде попадает, но это, конечно, Европа. То есть вся Балтика, она попадает туда, и все причастные к ней территории. Мы же, ясно совершенно, что все целиком в Азии. Вот это вот определённо, и мне так кажется, что вот это ведь идейный вариант, так сказать, понимаете. Но мы-то в Азии территориально, но вообще-то мы как бы вот, мы и по виду европейцы, и потом у нас всегда вот такая уже веками тяга такая, вот нам нравится, как в Европе живут. Мы тоже хотим, чтобы... Ну, у нас не всегда получается, у нас вот есть свои там проблемы. Не, ну, у нас, ну, мы сейчас гораздо больше похожи на европейцев по отношениям друг с другом, по порядку жизни, по материальной среде, чем, скажем, в 19-м веке. Я, ну, во-первых, мы не монголоиды никак. Ну, это, ну, это что-то говорить не о чем, да. Ну, дальше вот здесь вот возникает этот сюжет. Да, это наше. Вот, ну, вот степной пояс мы потеряли. И степной пояс потеряли в минуту буквально. Да. Вот это определенно совершенно вот такая... В 91-м году. В 91-м году, да. Причем это было настолько... Я ожидал, что это будет вот так вот. Ну, просто, естественно, поскольку я объезжал все, и... Но что это так произойдет с такой скоростью, я не ожидал вот этого. Ну, то есть должно было произойти, да? Должно обязательно. А почему должно было? Ну, понимаете, какая история. Вот когда вы ездите... Я же ездил по всем... Ну, да, да. Когда вы едете в экспедиции, И когда вы с ними вместе сидите за столом и поспите в одной палатке и так далее, перед вами раскрываются другие совершенно это самое. То есть они иные, чем мы, да? Абсолютно. То есть они не мне предъявляли претензии, а предъявляли претензии, значит, нашим, так сказать, этим вождям. Вот. Ну, тогда это был еще коммунизм, так сказать, определенный. Ну, вождям-то мы все предъявляли претензии. Нет, 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 нет. У нас у всех был очень... Знаете, меня что, например, убедило? Значит, однажды, когда я работал в Средней Азии, значит, мне сказали, хочешь Рамазан посмотреть в Ташкенте? Я говорю, конечно, хочу. Меня повезли, и, значит, я фотографировал все. Десятки тысяч людей, вот, значит, они клонились там, значит, на дат. И я, значит, весь снимаю, а на меня смотрели жутко. Я думаю, сейчас они меня прибьют. А раньше же был это не цифровой, только это был 77-й год, да. И в какой-то момент Мула, там, значит, радиофицирован, он, значит, произнес, так сказать, это был, наверное, уже рассвет. И вот в момент они снимают все с себя, одевают, значит, там, советские, так сказать, эти самые идут на советскую службу. Я, правда, ожидал, что будет более кровавая, но, к счастью... Обошлось. Обошлось. Это к счастью. Спасибо большое вам, и спасибо истории, что все обошлось. Да. Вот и публике нашей спасибо большое за внимание. Всего доброго, до свидания.